Во-первых, не трус, и пускай весь мир услышит меня, все, что я сейчас скажу. Знаете, если бы мне любой президент в этой стране, любого города, приказал бы взять в руки оружие только потому, что он не может решить свои вопросы с каким-то другим президентом, а меня отправляет на войну, чтобы я убивал других детей, я бы никогда в жизни бы на это не пошел бы. Потому что у меня есть принципы жизни, а свои принципы такие я никогда не переступлю. Во-первых, я не имею права лишать жизни людей. Во-вторых, я не имею права делать несчастной чью-либо мать. А в-третьих, ни одна земля не стоит слезы наших родителей. А в-четвертых, для меня существует лишь одна нация, это человек. Для меня существует лишь одна родина, это планета Земля. Если у какого-то президента на этой планете какие-то несостыковки с другим президентом, то пускай идет и решает вопрос с ним лично, а не впутывает в это свой народ. Ведь он осознанно понимает то, что он их отправляет на верную гибель. Получается, он готов рискнуть моей жизнью, но и своей. Спасая свою задницу, он подставляет меня под удар, под обстрел. Ибо меня заставляет стать убийцей. А я не хочу быть убийцей. Я хочу вам всем правителям, если вы это слышите, напомнить одну вещь. Одну истину. Когда вас выбрали в президенты, вы должны были сразу понять и не забывать, что не мы являемся вашими слугами, а это вы слуга народа. Это не мы должны вас оберегать и решать ваши вопросы ценой своей жизни, а это вы должны решать вопросы между собой, не рискуя жизнями своего народа. В ваши обязанности входит то, что вы должны их оберегать, а не отдавать им в руки оружие. Вы забыли, что Бог создал Адама и Еву, но никак не оружие. Я не стал воевать только потому, что не живу с ненавистью в сердце. Я не стал воевать только потому, что я против зла. Я не стал воевать только потому, что я не стал частью этого зла. Я не стал воевать только потому, что мы ничем не отличаемся друг от друга. Потому что мы одно целое. Потому что нам нечего делить. Потому что я не нацист. Потому что я имею уважение к вам. Потому что я готов усесться с вами за одним столом и кушать. И делиться с вами едой, а не жадничать. Я не стал воевать, потому что я ценю не только свою жизнь, но и чужие жизни. Многие солдаты кричат, Бог с нами, Бог с нами, потому что мы за справедливость. Бог уже не с вами, потому что убивать человека, это уже несправедливо. Ненавидеть друг друга, это уже несправедливо. Проливать кровь, это уже несправедливо. Солдаты, вы неужели так и не поняли, что вы просто запрограммированы? Вас сделали врагами. Вы испытываете друг другу ненависть, хотя нет причин для испытывания этой ненависти. Вами управляют, вами манипулируют, вами контролируют. Вы лишены просто собственного мнения. Если вы сами не хотели идти на эту войну, то вы можете ее легко прекратить. Просто сами подумайте. Если вы перестанете брать в руки оружие, если вы не сядете на эти танки, если вы не будете убивать, крушить другие города, если вы это все сделаете синхронно с двух сторон, то никакой войны и не будет. А президентом лишь останется, знаете что? Смириться с этим. И решить вопрос другим путем. Хотя и есть иные другие пути. Даже если идет какой-то конфликт, можно назначать футбол, баскетбол, волейбол, бокс, что угодно. Но не войну, где нужно проливать кровь и лишать жизни людей. Решение есть, выход есть. И запомните, солдаты, герой не тот, кто убивает, а тот, кто спасает. Тот, кто дарует эту жизнь. Тот, кто может проявить милосердие. Тот, кто не позволит себе сделать несчастной чью-либо мать. Не заставит ее прослезиться. Не заставит ее жить с болью в сердце всю жизнь. От потери ребенка. Запомните, солдаты, мир во всем мире настанет, если вы прислушаетесь к моим словам. Поступите так, как я вам сказал. И будет мир на течение дня.